Приветствую вас на канале всё о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня поговорим о том, нужно ли выключать стиральную машину из розетки после стирки. В интернете, если почитать там различные отзывы, там и мастеров, и обычных пользователей, то однозначного мнения нет. Кто-то говорит, что надо выключать, кто-то говорит, что не надо выключать. Лично моё мнение такое, что выключать машинку надо. То есть, постирали, полностью обесточьте аппарат. Ну вот у меня, например, машинка стоит в кухне. Меньше влаги здесь заметно и как бы безопаснее эксплуатировать машинку. Хотя, может быть, не так эстетично, но тем не менее. В ванной комнате, представьте, электроприбор, который постоянно подключен к электросети. Попадание влаги, ещё какие-то факторы. Это всё может привести к удару током. Учитывая ещё тот факт, что далеко не во всех случаях у нас машинки имеют заземление, то я бы вообще поостерёгся её оставлять включённой в сеть. Значит, это первый момент. Второй момент, самый главный, с моей точки зрения, это то, что конструкция многих стиральных машин, в частности, вот моей машинки, да, LG F1056MD, у неё получается так, что когда вы отключаете питание, вот кнопка, да, питание, вы выключили, и машинка осталась в сети, всё равно под напряжением остаются некоторые элементы. Ну, хотя условно под напряжением, но тем не менее, да, то есть, связь модулей некоторых с электросетью, она присутствует. Это вот как раз модуль управления и ТЭН. Соответственно, если, допустим, произойдёт какой-то скачок напряжения, от которого не защитит, к слову сказать, ни автомат, ни FPS, да, фильтр помех внутри машинки, всё это может привести к тому, что выйдет из строя модуль управления. Редко такое бывает, но вот мне в своё время повезло, у меня такое в жизни было, да, со старой машинкой. То есть, как раз вот была включена в сеть, был скачок напряжения, это было в частном доме, и, соответственно, модуль управления сгорел. Пришлось его менять, а это приличная стоимость. На некоторых моделях машинок стоимость модуля управления – это половина где-то примерно стоимости машинки. То есть, представляете, плюс работа по замене, это будет в копеечку вам влетит. Поэтому нет ничего сложного в том, чтобы отстирали, выдернули вилку из розетки, и уже вы точно уверены, что с машинкой ничего не произойдёт, особенно ваше отсутствие. Я уже молчу про ситуации, когда, ну, скажем так, выключенный аппарат, казалось бы, да, но включенный в сеть он приводил к пожару. Чаще всего, конечно, машинки загораются включённые, когда люди их оставляют, они стирают там, и возникает пожар. Но бывают случаи, когда они воспламеняются и просто включенные в сеть. Поэтому я бы не стал рисковать, и просто-напросто завёл полезную привычку – обесточивать стиральную машинку. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.